Всем приветики! В общем, пару недель назад в гугле плеймаркете я нашел такую игру, называется Last Day on Earth Survive. Переводится как выживание, последний день на земле. И все начинается с того, что мы появляемся вот здесь вот. На этой карте здесь стоит поломанная машина и мы. И здесь у нас, конечно же, ничего нету. Это я все построил. Здесь у нас было только вот эта стена кирпичная, этот столик разломанный я его починил, мотоцикл разломанный, который я до сих пор не починил. И вот эта вот комнатка с радио и все. Еще цветочек, шкафчик и столик и диванчик. А все остальное я уже сам построил. Все, что вот здесь есть, это уже я построил. Суть в том, получается, что на земле случилась эпидемия и 80 людей превратились в зомби. Остальные выживали, приобрели иммунитет к вирусу. Но хоть они уже и выжили и приобрели иммунитет, зомби-то остались и все равно нападают и могут убить как бы. Вот. И осталось 20% выживших. И то 10 из них погибли из 20 выживших в борьбе за припасы и оружие. И в итоге осталось 10% выживших и зомби. И вот в этом мире, таком постапокалиптическом среди зомби, ты выживаешь. Строишь свою базу, укрепляешь ее. Я вот понастроил защитных кольев. Они должны защитить базу от зомби. И защищают, кстати. Вот. От выживших на твою базу могут еще и другие выжившие нападать. Кстати, гараж еще построил. Но гараж бесполезен без мотоцикла. Поэтому, когда появится мотоцикл, тогда можно будет его загнать сюда. И потом на нем перемещаться по картам. Но у меня пока что нет мотоцикла, но уже есть гараж. Вот. И в итоге эти колышки спасут только от зомби. От выживших других не спасут, но пока что на меня другие выжившие не нападали. Может быть, потому что я еще ни на кого не нападал. Если это так работает, типа, пока ты первый не нападешь, на тебя тоже никто не нападет. Тогда это круто. Можно вообще никогда ни на кого не нападать. И, получается, на тебя никто не нападет и ничего у тебя не украдет. Вот. Ну, а так постепенно улучшаешь базу. Строишь все. Я от грядки построил свой вольерчик для собак. Две собаки. Правда, собаки бесполезные вообще. Они... Они просто ходят по базе и даже ни на кого не нападают. Если придет какой-то зомби, они его проигнорируют. И с тобой никуда не ходят. Чтобы они ходили, это нужно, чтобы у собаки был специальный навык. Когда она рождается, ей дается какой-то навык. У меня, получается, все собаки просто увеличивают опыт. Они сидят у меня на базе и увеличивают получаемый мне опыт. Короче, бесполезные, на самом деле, собаки рил. Вот. Такая вот база. Ну, а на базе у себя ты строишь нужные тебе станки, хранишь в ящиках нужное тебе снаряжение. Вот улучшаешься потиху, сам потихоньку весь, прокачиваешься, одеваешь оружие, одежку получше. Ну, у тебя есть, конечно же, какие-то там таланты, которые ты постепенно прокачиваешь. Постоянные, пассивные, временные. Вот. И чертежи потихоньку себе открываются. Но, кстати, очень-очень медленно как-то все так прокачивается. Так же сезон идет со всякими своими заданиями и событиями. Тут много всяких событий. И прямо по календарю расписано, что когда начинается, когда заканчивается. У нас есть как бы здоровье. Три параметра здоровья. Здоровье, еда и вода. И нужно следить за тем, чтобы персонаж был сыт и напоен водой. Потому что когда и сытости или жажда упадут на ноль, начнешь терять здоровье. Ну, естественно, если тебя атакуют, тоже начинаешь терять здоровье. И вот получается карта, по которой ты можешь перемещаться, тратя энергию. Энергия, она постепенно восстанавливается. Так же еще к тебе домой прибегает лекарь. Предлагает посмотреть рекламку. Смотришь, и он энергию тебя полностью восстанавливает. Лекарь, кстати, предлагает три варианта. Что можно получить. Он приносит водоросли, если ты их съедаешь, восстанавливаешь энергию полностью. Мясо, если съедаешь, получаешь плюс 10 к урону оружия на час. Кружка воды плюс 30 к урону ближнего оружия на час. И зернышки плюс 100% к получаемому опыту. И выбираешь то, что тебе нужно. Ну, а вокруг места, куда ты можешь пойти. Что-то недоступно. Красная – это самая сложная. Зеленая – самая легкая. Оранжевая – такое среднее. Что-то недоступно. Самая дальняя – это вообще на лодке плыть надо, наверное. А у меня ее нету. Также есть стена такая здоровая, которой отгородились от нас, от внешнего мира жители кратера. И вот сам кратер. А в кратере живет твой брат-близнец, на который ты можешь переключиться. Ну и вот он, брат-близнец. Мы на него переключаемся. Он потом откроется по сюжету. И еще это симулятор загрузки. Ну и вот. Вот он кратер. В нем бывшие военные обосновали такой городок, в который не могут проникнуть зомби. Потому что стены кратера огромные, и зомби туда не могут проникнуть, и там спокойненько живут люди. И взамен за то, что им предоставляют людям убежище в этом домике, они как бы, ну, работают на тех, кто им предоставил это. Ну, то есть здесь уже такой более цивилизованный мир, который вот он отгорожен стеной от того внешнего мира, где живет наш брат-близнец. Ну и здесь тоже свои как бы места, куда можно ходить. Здесь вообще свой мир такой как бы. Здесь все по-другому. Получается, здесь все связано на взаимоотношениях с людьми. Получается, ты здесь. Сейчас подождем, оно загрузится. Да, симулятор загрузки, конечно. Когда часто перемещаешься между локациями, то больше ждешь, чем играешь. И в итоге здесь ты должен прокачивать бизнес. Именно здесь все зависит от бизнеса. Прокачивая бизнес, тебе открываются чертежи, плюс появляются больше возможностей. Ну и здесь ты как бы торгуешь в основном предметами, обмениваешься с другими людьми. Вот они мои предметы. Я их продаю, и когда их покупают, я получаю корешки. Это красненькие такие штучки. А за выполнение всяких заданий я получаю талончики. И за талончики нужно оплачивать, типа, свое жилье у админа. 10 дней, 200 талончиков. Ну это на самом деле немного. Так что здесь такой свой отдельный мир. Вот такая игра. Так что она меня немножко затянула. Ну на этом все. Всем покедова! Субтитры сделал DimaTorzok